На Нижегородской земле почтили память преподобного Макария Желтоводского. В монастыре, история которого начинается в 15 веке, побывали наши коллеги. Каждый год в день памяти преподобного Макария Желтоводского и Унжинского в Свято-Троицкую Макаревскую обитель с раннего утра по воде и по суше стремятся паломники. Монастырь на берегу Волги стоит как крепость, и люди по-прежнему приходят сюда, чтобы найти защиту у великого святого Макария Желтоводского, которого почитают с 15 века. Праздничное богослужение возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Ему сослужили преосвященные архиереи Нижегородской митрополии. В Троицком храме молились простые прихожане, благодеятели, представители власти. После божественной литургии верующие прошли крестным ходом вокруг обители. Это шествие всегда выглядит масштабно, и опять ему будто бы не было конца. Древний обитель притягивает людей своей молитвенной и исторической памятью. Когда дочка была в воскресной школе, мы каждый год приезжали, работали здесь, на службе были. А вот сегодня позвал Господь сюда. Намоленное, святое место, красивое место, столько храмов, они восстановлены все. Люди стремятся своими глазами увидеть Макаревскую обитель, приезжают сюда издалека. Пытаемся прийти к Богу. Не всегда это получается, но делаем попытки. И вот посещаем святые места. Для спасения души, конечно. Я к Богу начал приходить очень поздно. И вот посещаем святые места, думаю, что это мне поможет. Слава Богу, что есть такие места, такие молитвенники о нас, что помогают нам выживать на этом свете. Для спасения души мы уже много лет ездим. Нам это помогает жить. После завершения крестного хода митрополит Георгий обратился к прихожанам и паломникам со святительским словом. Преподобный Макарий, это один из столпов нашей страны, нашего Отечества. И духовного, и телесного. Мы прошли 20 век. Тяжелый, скорбный. Сегодня время врачевать души человеческие. И пускай эта святая обитель преподобного Макария послужит путеводной звездой для многих людей найти дорогу к Богу в своем сердце. Преподобного Чаевш Макария молит Бога о нас. Аминь. Разве. Макарийский монастырь знал о времена подъема и десятилетия упадка и забвения. Почти 20 последних лет обитель переживает возрождение. Интерес к ней растет. А в день преподобного Макария Желтоводского и Уншинского особенно большое количество нижегородцев и гостей города и области считают необходимым побывать в этом древнем уголке православия.